Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня у нас замечательный день. Сегодня у нас день рождения моей внучки Ксении. Сегодня мы еще раз с вами делаем букет. Я вам говорила, гортензию под углом 45 градусов острым ножом, в кипяток считаем до 5, 1, 2, 3, 4, 5 и в холодную воду. Точно так же вторая гортензия пойдет под углом 45 градусов, кипяток, 1, 2, 3, 4, 5. Можно досчитывать до 10, но быстро. Кроме этого, я срезала еще у себя очидок или седум. Вот. Его не нужно отваривать. Это белая оскемия. Я ее тоже отварю чуть-чуть. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. И у меня еще есть вот такие бутоны розы. Раскрытую розу мы букеты не оставим. Ставим и еще в стадии бутона. Я уже сняла с нее все листья. Вот. А сейчас убираю шипы. Кому нравится получать букет с шипами? Никому. И мне тоже не нравится. Вот. Розу я не обвариваю, хотя это иногда практикуется. Все три, что ли, уже? Вот. Три бутона розы. Кроме этого, я еще срезала хризантему. Хризантема тоже не будет обвариваться. Итак. Шипы уберем. Разбегай подальше. Сегодня я начинаю свой букет с хризантемы. Ой. С гортензией. Обкладывая гортензию со всех сторон. Плющем. Вот такой у меня сегодня будет базис. Все листики и лепесточки, которые мне не нравятся, я отщипываю. Теперь мы можем пустить вход наши цветы. Вот эти цветы, которые не идут в букете как основной цветок, они называются байверк. Или это то, что берется около основного букета. Так, вот тут. Ну-ка, попробуем вот так. Видно вам? Потому что видно. Разбавим нашу гортензию цветами. У нас прекрасные розы. Розы тоже идут. Наверх. Причем розы еще в бутоне. Они еще будут распускаться. Все, что мешает, я выдерну. Так, где-то у меня еще одна скинья. Угу. Вот так у меня получился букетик. Такой милый букетик. И у меня есть хризантемы. Хризантемы откладываю вокруг. Хризантемы очень долго стоят в букетах, поэтому они работают еще и как дополнительная зелень. Вводя. Хебей,ços. Да. Да. Угу. 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 Ну, наш букетик заиграл всеми красками, какими он должен заиграть фризантему. Обязательно установим всю. Вот так вот. Вот так вот. Ну, как вам? Я считаю, что этого достаточно. Сейчас мы подобрем букет манжеткой. А манжета у нас уже подготовлена. Подготовлена она с проволокой. Поэтому она будет держать листья так, как мне этого хотелось бы. Вот так. Ну, как, девчонки? Как вам такой букет? Сейчас попробую показать вам без верхнего освещения. Не знаю, как лучше видно без верхнего, с верхним освещением. Ну, вот этот букет сегодня получит моя вторая по счету внучка. Ксения. И ей сегодня исполнилось 17 лет. Красота. Обравняла все листики. Подрезаем все черешки под углом 45 градусов. Особенно следим, чтобы были обрезаны розы или кортензия. И отправляем этот букет в воду. Пусть так. Вот в водичку ее. Можно даже еще раз макнуть в кипяток недолго. Хуже не будет. Ну, вот такой букет получит моя Ксюша сегодня, ко дню рождения. И не только букет, конечно. К букету пойдет конвертик. А к конвертику пойдет еще что-то особенное, что я дарю ей каждый год. Моей второй внучке. А дарю ей груши, сорт которых называется Ксения. Это самые вкусные груши, которые я только пробовала. Они очень сочные, очень сладкие. Надеюсь, что они уже полежали и поспели. Обязательно яблочки. Мой любимый сорт. Апельсинки. И сюда же пойдет вот такой конвертик. Конвертик. Конвертик не пустой. Вот. Я его немножко задекорировала. И он будет у нас вот тут для Ксении. Вот такая корзинка витаминов. В Германии фрукты считаются выше по своей полезности, чем сладости. Поэтому она получает у меня сегодня вот такой подарок. Ей сегодня исполняется 17 лет. Она вторая по счету внучка в нашей семье. А всего у меня 5 внучек и 2 внука. Вот. И нужно сказать, что каждая из моих внуков получает на свой день рождения равносильный или равноценный подарок. Ну, где-то что-то немножко может быть по-другому. Но, в основном, всегда приблизительно так. Что могу сказать о моей второй внучке? Это дочь моего второго сына. Старшая дочь. Девочка уравновешенная, спокойная, очень красивая. Ну, мы ее очень любим. Ну, это, наверное, у всех такое бывает, у бабушек. Вот. Учится она хорошо, пользуется авторитетом. Девчонка, что надо. И дома уже помощница. И нужно сказать, что Ксюша у нас начала работать. Не потому, что ей не хватает еды или одежды, а потому что, и я считаю, что это правильно, посильная работа в ее возрасте – это здорово. Хотя она, она школьница, она учится. Она с утра учится, а вечером не каждый день, один раз в неделю она работает. Причем официально. И это здорово. Я считаю, что это здорово. Ну, вы как-то так, мои хорошие. Сегодня мы ждем нашу внучку. И если она не приедет, то мы поедем сами и поздравим ее с днем рождения. Сегодня рабочий день. Дети в школе. А если на выходные нас пригласят в гости, то это уже другая, другой речь и другой ролик. Ну, вот как-то так, мои хорошие. Я желаю вам счастья, здоровья, любви. Я желаю вам успехов, удачи везде и во всем. Я желаю вам мирного неба. Берегите себя, берегите своих близких. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал. Всем пока-пока. И до новых волнующих встреч на канале Север. Это моя судьба. Роза-то по роли. Ароматная, а будет еще и огромная.